Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно же, я хочу сначала остановиться на тех организационных моментах, которые проводит Министерство здравоохранения по организации льготного лекарственного обеспечения. Конечно же, коснемся проблем. Проблемы, сразу говорю, мы о них знаем, проблемы есть, мы их не отрицаем. Мы все проблемы знаем, это касается нашей ежедневной работы. Но прежде я хочу сказать, что организация льготного лекарственного обеспечения осуществляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год, если взять и региональный, и федеральный бюджет, составили 643,9 миллионов рублей. Доступно было для организации закупочных процессов 543 миллиона, так как на начало года присутствовала кредиторская задолженность 100 миллионов рублей. То есть вот эти 100 миллионов рублей, они выпали, потому как нам казначейство, конечно же, на эту сумму не разрешит уже проводить торги. То есть минус 100. Это было на начало 2019 года. На начало 2020 года кредиторская задолженность составила 125 миллионов. То есть в 2020 году из выделенных лимитов эта сумма также будет вычтена. Прирастает число граждан, которые получают льготные лекарственные препараты. Так, в 2019 году за счет средств республиканского бюджета у нас обеспечивалось 48,977 человек. За счет федеральной льготы, то есть федеральных льготников, у нас было 10,583 человека. Прирост в 2019 году, после 2018 года, составил 14%. Отпущено лекарственных препаратов за 2019 год было за счет средств республиканского бюджета на 416 миллионов, за счет средств федерального бюджета на 300 миллионов. Из них за счет средств бюджета на 172 миллиона рублей. То есть более чем половина средств это было взято за счет средств республиканского бюджета. Так как федеральные льготники, они имеют право также обеспечиваться из двух бюджетов. Из 300, 172 за счет средств бюджета. Из 300 миллионов, нашим инвалидам, федеральным льготникам. Если по количеству рецептов, вот кажется, мы слышим, я ничего не получаю, я ничего не получаю. Но вот эти суммы, они говорят сами за себя. Если мы возьмем цифры именно в количестве рецептов обслуженных, за 2019 год было обслужено региональным льготником 368 879 рецептов и федеральным льготником 120 тысяч рецептов, в том числе за счет средств бюджета 44 тысячи рецептов. Средняя стоимость составляет где-то по федеральному бюджету 1700, за счет средств республиканского 1130. Конечно, у нас в республике Хакасия обеспечиваются люди и по программе 12 ВЗН, это дорогостоящие нозологи, поставка препаратов которых осуществляется централизованно за счет закупок Министерства здравоохранения Российской Федерации. Таких пациентов у нас 420 в республике, получили они препаратов на 169,5 миллионов рублей. Арфанные заболевания – это обязательства республиканского бюджета. На сегодняшний день у нас 48 человек, которые обеспечиваются за счет средств регионального бюджета. Сумма составила 36 миллионов, то есть где-то десятая часть бюджета у нас именно тратится на эти 48 человек, которые имеют вот эти редкие арфаногенетические заболевания. И мы, конечно, ставим на первое место, то есть это у нас в приоритете, обеспечение вот этих арфанных пациентов, среди них много детей. Это такие заболевания, как фенилкетанурея, первичная легочная гипертензия, дезершенный остеогенез, ну и другие, достаточно много. Вот таким детям с арфанными заболеваниями было отпущено лекарственных препаратов и продуктов специального питания на 8,6 миллиона рублей. Повторяюсь, это средства республиканского бюджета. Детям-инвалидам, хочу тоже озвучить цифру, было отпущено за счет федерального бюджета 65,4 миллиона рублей. За счет регионального бюджета детям было отпущено на 54 миллиона рублей. И за счет программы 12 ВЗР, это 12 высокозатратных нозологий, это гемофилия, муковисцидоз, гемолитико-уримический синдром, рассеянный склероз, болезнь ГАШЭТ, трансплантированные пациенты. Они у нас, вот из этой категории, 44 ребенка получили препаратов на 67 миллионов рублей. По структуре заболевания, ну и достаточно много заболеваний, перечислять не буду. Также в 2019 году обеспечивались расходными материалами к инсулиновым помпам 46 детей-инвалидов. В 2019 году была потрачена как никогда большая сумма, то есть за последние несколько лет таких сумм никогда не тратилось. Закупили расходных материалов к инсулиновым помпам на 16 миллионов рублей. Из них за счет средств республиканского бюджета на 9 миллионов, и за счет средств федерального бюджета на 7 миллионов рублей. То есть эти вот дети, у которых стоит инсулиновая помпа, все обеспечиваются за счет бюджетных средств. Ну еще можно сказать, что вот многодетные до 6 лет, это конечно обязательства Министерства труда и социальной защиты, но тоже у нас информация есть, таким детям было отпущено на 3,5 миллионов рублей. Вот, ну конечно мы понимаем, что у нас причина вот этих всех рецептов необеспеченных, которые встают на очередной, ну как бы отложенный спрос, на отсроченное обеспечение, главная причина это несостоявшиеся аукционы. Когда при доведении лимитов денежных средств, мы обязаны бюджетные средства потратить путем проведения конкурентных способов закупок. То есть это электронные аукционы, мы размещаем в электронную вот эту информационную систему, эти все закупки, и по итогам где-то за год у нас каждый третий аукцион не составивается. Причина эта в том, скажу, в том, что идет расчет начальной максимальной цены контракта в соответствии с действующим законодательством. Вот если просто схематично, это надо вот 4 цены рассчитать, это цена реестра, цена предложенного по как бы коммерческому предложению, по сложившимся закупкам и выбрать наименьшую. Как правило, это наименьшая цена, вот та цена, которая была зарегистрирована еще в 2010 году, и она на сегодняшний день фигурирует вот в этом регистре, реестре лекарственных средств, и эту цену, как правило, мы должны и взять при расчете начальной максимальной цены. Это проблема повсеместно по всей России, вот почему и не составят сакционы. Это вот первая причина, мы считаем, это низкая расчетная цена, и вторая, это, конечно, наша кредиторская задолженность. Мы одна из тех территорий, где присутствует эта просроченная, причем кредиторская задолженность. У нас многие поставщики просто не имеют возможности повторно выходить на наши аукционы. У нас очень-очень много таких поставщиков, которые вроде они и рядом, вот Красная, буквально, они уже не выходят к нам на торги, они просто нашу, уже знают вот эту закономерность, и большому нашему сожалению не выходят. Приходят какие-то вот новые фермы, которые с нами еще не работали, вот впервые сталкиваются, но второй раз, и тоже уже сомневаюсь, что они к нам будут. И вот это вот самая основная причина, и самая большая вот наша боль. В связи с этим мы, конечно, не сидим, мы предпринимаем все зависящие от нас меры, мы обратились уже с предложениями и на федеральный уровень, Медздрав России, о том, чтобы они приняли такие локальные акты, которые бы, ну, как бы способствовали тому, что производители вот эти неактуальные цены, которые находятся вот сейчас в этом регистре цен, уже как бы исключали. Ну, 2010 год, конечно, они должны уже об этом заявить, и вот эти свои цены уже исключить из реестра. И также мы выходили с предложением на Минздрав России о том, чтобы они внесли изменения. Продолжение следует...